Продолжение следует... Сегодня прекрасная возможность снова учиться у ног нашего Господа. Для наших постоянных слушателей, кто посещает нашу церковь, кто слушает, я напомню, что в начале этого года Господь положил мне на сердце. Всякий раз, когда выходить на это место проповедовать Евангелие, я буду проповедовать исключительно только об одной личности. Об Иисусе Христе, Вашем Моем Спасителе. Вы знаете, и для этого есть особые причины у меня и у вас. Я убежден на основании Библии, что христианство – это не просто собрание каких-то нравственных идей, шаблонов или каких-то, знаете, особых восторженных чувств воскресения, которые Бог дает для того, чтобы мы себя хорошо просто чувствовали или для нашего какого-то психологического настроения. Друзья, это не христианство. Христианство начинается с понимания того, что Бог есть. Христианство начинается с понимания того, что Бог – это величайшая реальность, которая представлена сегодня в одной удивительной личности. Личности, которая 2000 лет тому назад пришла на эту землю, воплотилась, стала человеком, жила на этой земле, совершала свое служение, умер на Голговском кресте, воскрес и вознесен, и находится одесною отца и продолжает свое служение, как великий первосвященник, готовя свою церковь к встрече с ним. Вы знаете, один известный писатель Фрэнсис Шефер однажды сказал такую фразу, я процитирую его. Он сказал так, что «Он, то есть Бог, находится вне в нас. Не мы решаем, кем Он будет, но Он решает, кем мы будем. Бог сотворил Вселенную и предназначил ей место в этой истории. И если мы даем ей другое предназначение и понимание, мы очень и очень глубоко ошибаемся. И в конце концов нас постигнет трагедия. Христианство – это не игра. Христианство – это не терапия. Христианство – это не религия. Христианство основано на одной единственной личности, личности Иисуса Христа. И я убежден, что на основании Библии наше спасение, наша настоящая жизнь и наша будущая вечная жизнь определяется нашим отношением к личности Иисуса Христа. Братья и сестры, мы хорошо создаем, что мир, в котором мы живем, он очень хрупок. Он очень непостоянен. Мы видим, что настолько изменяется быстро в этом проходящем мире. И все свидетельствует о том, что мир идет своему концу. Глобальные болезни, которые поражают целые континенты, говорят об этом. Война в центре Европы, в которую вовлечены очень многие страны. И Организации Объединенных Наций прогнозируют, что за этим будет следовать недостаток пищи в особо бедных развитых странах, недостаток хлеба. И все это свидетельствует о том, что мы находимся перед большими испытаниями. Верующие люди и весь этот мир, мы находимся перед большими изменениями в этом мире. И игнорировать их, пройти мимо, просто будет неправильно по отношению к своей бессмертной душе. И это очень важно. И позвольте мне задать вам вопрос сегодня каждому, кто находится в Доме молитвы, друзья, какое ваше личное отношение к Иисусу Христу? Кто сегодня для вас является Иисус Христос? Является ли он личный спаситель, Господь, добрый пастырь? Или, возможно, он просто плотник? Или, возможно, он один из исторических личностей, которые жили когда-то либо на этой земле? Испытания приближаются. И в этих испытаниях устоят лишь только те, кто построил свой дом на скале великой, незыблемой, объективной истины, где Иисус Христос есть причина всего, центр и цель всего сущего. Это очень важно. Вы знаете, я очень благодарен Богу за то, что в нашей церкви, если внимательно слушаете и постоянно посещаете служение, внимательно слушаете проповеди, время, когда поклоняется церковь через общее пение, хоровое пение, стихотворение в нашей церкви, существует вот эта христоцентричность. Когда в центре нашего поклонения, проповеди, Евангелия, находится эта удивительная личность, это очень важно, друзья. Мы, приходя сюда, мы наполняемся, друзья, вне Иисуса Христа, христианства, невозможно, невозможно духовная жизнь без понимания личности. Бог подарил нам прекрасное служение на Рождество, когда мы говорили о Его воплощении, о Его приходе на эту землю. Бог подарил нам прекрасное служение на Пасху, когда мы праздновали, торжествовали и радовались этому удивительному событию, этому чуду воскресения Иисуса Христа из мертвых. Каждый раз, каждое начало месяца наша церковь имеет особое служение. Мы празднуем, мы торжествуем смерть нашего Господа и возвещаем, когда Он придет. Каждый раз мы берем кусочек хлеба, глоток вина принимаем и смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. Мы с вами рассматривали уже, насколько тогда была возможность, о Личности Иисуса Христа, как Сын Человеческий, который пришел на эту землю, жил среди нас, служил, трудился, любил людей. Сегодня я хотел бы вместе с вами рассмотреть Личность Иисуса Христа в очень необычном сравнении с другой известной личностью. Мы посмотрим, какое же сходство между этими двумя очень известными личностями, которые жили на этой земле. Для этого я приглашаю вас открыть Библию. Братья и сестры, откройте вашу Библию. На следующее воскресенье принесите вашу Библию, которую вы читаете дома. И так приятно будет слышать шелест открывающихся страниц. Приносите Библию. Первое послание Коринфянам, 15 глава. Мы будем читать с 45 стиха и ниже несколько стихов. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущию, а последний, Адам, есть дух, животворящий, но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный, второй человек, Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. Каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Братья и сестры, как бы обратили внимание, апостол Павел в этой удивительной 15 главе послания Коринфянам, в котором очень вложено много драгоценных истин, связанных и с воскресением Иисуса Христа, и с нашим изменением, преображением в этот чудный, славный день, о котором мы пели. Он касается очень интересной темы, братья и сестры. В 45 стихе он упоминает, Павел упоминает, о сотворенном первом Богом человеке. И известно это имя, называет первый человек, Адам. Удивительно, и в этом же стихе упоминается еще об одном Адаме, называя его как последний Адам. Не второй, не третий, последний Адам. Кто же это? Ответ мы находим в 47 стихе. Первый человек, он из земли перстный, сотворенный Богом человек. Второй человек, кто? Господь с неба. Мы уже рассматривали с вами, братья и сестры, вот личность Иисуса Христа. И вот почему-то апостол Павел берет во внимание и эту тему, очень чрезвычайно важную, и хочет сегодня нам что-то через свое Святое Писание показать. А в чем же разница? А в чем сходство? И почему-то вдруг апостол Павел посчитал необходимым поставить два этих личности и называя их одинаковым именем с разницей в том, что первый Адам, сотворенный Богом, он первый, он из земли, а второй, почему-то Господа Иисуса Христа, братья и сестры, тоже назван Адамом. Мы уже слышали титулы, имена Господа Иисуса Христа, да? И вот вдруг почему-то здесь представлен образ Иисуса Христа как Адам. Давайте вместе порассуждаем и сделаем некоторые сравнения. Какое сходство между Адамом и Иисусом дают основание называть так Христа, Адам? И существует ли отличие между этими двумя людьми, между двумя личностями? Итак, первое сравнение Адама и Иисуса Христа это сверхъестественное начало, сверхъестественное начало двух личностей, братья и сестры. Библия рассказывает о том, как удивительно был сотворен Адам. Вчера мы с братом немножко вечером общались у нас дома, я говорю, когда мы придем в вечность, где Господь восполнит всякие наши желания, первое, что я хотел бы, чтобы Господь показал на большущем экране для всех нас, каким образом, как Он сотворил первого человека, братья и сестры. Когда мы читаем страницу Священного Писания, это что-то потрясающее, друзья. Это не был процесс эволюции, это не были какие-то сложные процессы, это были руки Творца, это был замысел, это была любовь, это было что-то потрясающее, когда Господь взял горсть праха земного и зваял Его тело, братья и сестры, вдохнул в Него. Этот человек стал душою живою, поднялся на свои ноги, друзья. Вы знаете, Адам первый сотворенный, нету равного, на этой земле у нас нету аналога, чтобы можно было посмотреть. Почему? Потому что, если бы мы посмотрели в разум Адама, его возможности, его интеллект, его способность мыслить, коммуницировать, называть животных, понимать сотворенный Бога мир, братья и сестры, если бы у нас была возможность пообщаться с этим Адамом, Соломон бы со своей мудростью, он бы скромно отошел в сторону, потому что это был удивительный, сотворенный Богом человек со всеми его способностями интеллектуальными. Он был невинный, чистый был, нравственно чистый, далек от греха. Братья и сестры, удивительно, что-то сделал Господь, и я верю, что мы когда-то увидим в вечности, вновь это творение, вновь эту часть. Он был сотворен на шестой день после сотворения. Более того, хочу обратить внимание, помните, перед тем, как творить, Господь сказал, сотворим человека по образу и подобию не моему, а нашему. А кто участвовал в творении Адама? Троица, аминь, Троица, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, братья и сестры. Мы можем только представить, что могло изойти или что могло произойти от Божественной Троицы во всей Его святости, любви. Сотворим по образу подобию нашему, не физически, понятно, друзья, нравственно в плане. Мы можем много об этом говорить, не позволяет время, братья и сестры. Я просто наслаждаюсь, когда читаю эти первые страницы Библии о творении. А в чем же сравнение Господа Иисуса Христа, братья и сестры? Разница в том, что у Господа Иисуса Христа, последнего Адама, никогда не было начала от вечности, потому что Он всегда был, Он есть и Он будет и Он есть сущий и Он пребывал всегда. Он был всегда. Но есть одна особенность, братья и сестры, если мы касаемся образа Иисуса Христа последнего Адама, я буду использовать это имя, это титул, это название, я хочу коснуться стороны или определенного момента, помните, прихода Иисуса Христа как человека. Последний Адам пришел на эту землю сверхъестественным образом, мы говорим сверхъестественное начало, божественное начало Иисуса Христа было всегда, Он Бог, а вот как человек Он родился, но родился необычно, родился от жены, но зачат был от Духа Святого, и для этого были определенные причины, о которых мы немножко позже скажем. и так сверхъестественное начало первого Адама и последнего Адама они присутствуют, определенной только разницу. Давайте немножко посмотрим на качество первого Адама. Адам был сотворен совершенным человеком, как я уже сказал, наделенным всеми человеческими способностями в абсолютной качества. Там не было никакого недостатка. ученые говорят о том, что возможности человека, человеческого разума на сегодня, на сегодня среднестатистического человека только использованы только на 3%. То есть те вот остальные части, они как-то дремлют, находят. Я соглашаюсь с такой идеей, таким предположением и результат этого, скорее всего, это грехопадение. Грех разрушил моральную сторону человека, его умственные способности, поэтому действительно это так. Адам был сотворенным совершенным человеком, наделенным невинностью, наделенным нравственными качествами совершенными. Последний Адам, Иисус Христос, также был совершенным, но отличие от первого Адама заключается в том, что Христос имел еще и божественную природу. Это очень важно. Он имел не только тело, способность увидеть, говорить, жить жизнью человека на этой земле, он обладал божественной природой, природа, которая никогда не грешит и не согрешает, нет абсолютно никакого признака греха, тьмы или зла, или каких-то других моральных качеств. В этом есть колоссальное различие. Хочу обратить внимание на еще один момент, на одну сторону. Это начало человечества. Начало человечества. Мы знаем, что Адам, как первый человек, он стоял в основании, был родоначальником человеческого рода. Он дал жизнь всему человечеству. Как мы читаем в послании Коринфянам, 15 глава, 45 стих, позвольте еще раз процитировать, если можно, брать, откройте. Павел подчеркивает, так и написано, первый человек, Адам, стал душою живущей. Последний Адам, есть Дух животворящий. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каковы перстные, братья и сестры? Все человечество произошло от первых людей, от Адама и Евы. Мы унаследовали тоже, являемся как бы детьми в каком-то смысле, Адамом, прародителем является. Унаследовали все, братья и сестры, физическое тело, греховную природу, склонности, все, все, что в Адаме после греховодения произошло, те изменения, мы унаследовали каждый человек. Наследовали духовную смерть, наследовали абсолютно все, что присуще было первому Адаму. И обратите внимание, как он говорит, что как мы носили образ перстного. Друзья, я думаю, что каждый из нас, даже спасенный человек, возрожденный, имеющий уже другую природу, Божью природу, рожденный свыше, испытывает на себе вот эту вторую часть, вот это бремя, вот эту греховную природу Адама, которая проявляется у нас в нашем характере, в наших мыслях, в наших словах, в нашем естестве, в нашем поведении. мы испытываем эту борьбу, которую Павел говорит в 7 главе Римлянам, бедный человек, он вопьет Господу, он передает вот эту борьбу внутри него, доброго, которого хочу, я не могу делать, злого, которого не хочу, я делаю. И каждый из нас испытывает, друзья, пока мы будем на земле, нам нужен живой Господь, живой Христос. Нам нужно покаяние, нам нужно благодать Божия, нам нужно кровь Христа, нам нужно сокрушение, нам нужно освящение, это будет продолжаться до последнего дня в нашей жизни. Ну, будем благодарны Господу за то, что Иисус Христос положил начало еще одной группе людей. Это особый род. Помните, апостол Павел, апостол Петр говорит, но вы род какой избранный. Обратите внимание, на какую позицию, на какую высоту он поднимает тех людей, которые не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Иоанн восклицает, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будет. Он открывает величайшую перспективу, когда откроется, будем подобны, как он. Про сестры Иисус Христос положил начало совершенно новому роду человеческому, особой, будем сказать, особой группе людей, даже, которой нету национальности. Даже апостол Павел говорит, где нету ни мужа, ни женщины, ни мужского рода, ни женского, ни иудея, ни елина, но все во всем Христос. И Библия называет это церковь Господа Иисуса Христа, которые соединены со своей главой, соединены со Христом, которые имеют новую природу, новое сердце, которым трудно, которые идут по этой земле, борются, падают, страдают, поднимаются, снова идут за своим Господом, но которые имеют в себе печать Духа Святого, имеют Духа Святого как залог, как основание, как обещание, я проведу, я проведу, я доведу. Вы знаете, апостол Павел говорит о том, что люди, верующие люди, они испытывают вот эти переживания и страдания. Помните, напомню несколько стихов, 8 глава послания Римлянам, он говорит так, что «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стинает и мучится до ныне». 22 стих и 23. «И не только она, но и мы сами, имея начато Духа, и мы в себе что делаем? Обратите внимание, стинаем. Вот в стинании мы ожидаем усыновления, искупления тела нашего. Еще не закончился, братья-сестры, путь наш. Процесс полное освящение не закончен, и вот это стинание, оно продолжается в сердце, в нашей жизни, в нашем характере, в нашей уединенной комнате, может быть, друзья, но мы ожидаем, мы живем с надеждой, когда наше греховное тело будет оставлено, а для тех, кто останется в живых, будет изменено, преображено в славное тело Господа Иисуса Христа. Итак, первый Адам положил начало человечества, которые согрешили, и все лишились славы Божьей. Последний Адам, Христос наш Господь, положил начало человечество. Иногда мне задают вопрос о церкви, а кто же войдет в церковь, братья и сестры? Удивительная Божья благодать, я много об этом думая, размышляю, искал для себя ответы, я хочу сказать и сегодня, напомню для всех, в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на эту землю, Петр начал проповедовать Слово, Евангелие коснулось людей, они умилились сердцем и задали вопрос, что нам делать, мужи, братья? Петр ответил, покайтесь, докрестится каждый из вас и получите прощение грехов. Эти люди составили, первые люди три тысячи, которые присоединились к церкви, стали первыми членами Вселенской Церкви. Всякое покаяние, которое происходит на этой земле, всякий раз, когда Бог рождает духовно в любой точке мира, в любом месте, Дух Святой прилагает его к славной Церкви Господа на этой земле. Для нас есть величайшая радость и ободрение. Каждый имеет Духа Святого и получает эту благодать быть частью невидимой, но славной Церкви Иисуса Христа. Идем дальше. Два Дарителя Жизни. Два Дарителя Жизни. Интересно, братья и сестры, первый Адам дал жизнь физическую всем последующим поколениям. Братья и сестры, сколько жил Адам, братья, кто помнит, сколько жил Адам на этой земле? Девятьсот? Тридцать? Девятьсот тридцать три, если не ошибаюсь. Проверьте книги Бытия. Правильно? Я так вот думал, знаете, друзья, я думаю, после грехопадения, после того, что произошло с Адамом в Едемском саду, после осознания того, что произошло с ним, после того, когда он оказался вне врат Едемского сада, и на его глазах стала преображаться земля, и когда он увидел, что из земли начинают расти тернии волчиц, и для того, чтобы пропитать свою семью, необходимо ему в поте лица, и когда, может быть, он первый раз вытер свое чело от пота, и когда он осознал, что произошло, я думаю, если бы он знал, сколько еще жить на этой земле, я думаю, каждый день он, плакал, сокрушался и просил Господа прощения за то, что он сделал. Друзья, почему-то Господь допустил Адаму прожить такой долгий период земной жизни, но Господь милостив, братья и сестры, вы знаете, в Псалме 89, 10 стихе, помните, молитва Моисея, Моисей говорит, дней лет наших 70 лет, и при большей крепости им 80 лет, но самая лучшая пора из этих, что с собой включает? Труд и болезни, труд и болезни, это то, что передал нам первый Адам через свое грехопадение, братья и сестры, вы ощущаете в себе эту печаль, это стинание, эту скорбь, но вы знаете, слава Господу, что у нас есть ни второй, ни третий, последний Адам, наш Господь Иисус Христос, который тоже подарил нам жизнь, мы говорим, два дарителя жизни, первый Адам подарил вот эту жизнь со всеми ее последствиями, братья и сестры, читаю Евангелие Теана, 11 глава, 25 стих, 26 стих, немножко давайте вернемся туда, в Вифанию, в дом плача, где Марфа и Мария в скорби, потому что потеряли брата, а Господь, который был рядом, который должен был прийти вовремя, Он не пришел, и этот упрек, который, если ты был здесь, не умер бы, брат мой, говорят обе сестры при встрече с нашим Господом, но обратите внимание, что говорит Христос, Иисус сказал ей, Марфе, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, что произойдет с ним? Оживет, и всякий, живущий, верующий в Меня, не умрет вовек». Братья и сестры, вот почему траурные служения, которые проходят в христианских церквях, христианских семьях, Он всегда больше напоминает, братья и сестры, цвет неба, голубое. Многие приходят в косыночках голубых или в рубашках, или белых, братья и сестры, я никогда не видел, чтобы это присутствовал черный какой-то цвет. Почему? Братья и сестры, можем себе представить, потому что Господь не просто подарил жизнь, а величайший дар, который включен в Его искупление, спасение, прощение грехов, усыновление, все благословения на небесах. И при этом, братья и сестры, Он сказал, я даю вам жизнь, и жизнь какую? Вечную. Когда мы получили эту вечную жизнь, братья и сестры? Сейчас. Сейчас мы имеем эту жизнь вечную. В день нашего обращения, в нашего спасения, Писание говорит, верующий переходит от смерти в жизнь. Жизнь вечную. Каждое дитя Божие имеет уже сейчас, мы в себе носим эту вечную жизнь. И когда касается смерть нас, наших родных, близких или нас, братья и сестры, это мгновение. Павел говорит, для меня жизнь Христос, а смерть – это приобретение. Наступает вечная жизнь. Вы видите разницу между первым Адамом и последним дарителем жизни. Слава Господу за это. Следующая короткая мысль. Есть два правителя. Адаму, как представителю всего человечества, была дана власть над всем сотворенным Богом мир. Читаю книга Бытие, 1 глава 26 стих. Открываем этот текст, у кого есть возможность. Бог дает власть. Обратите внимание, и сказал, Бог сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Прекрасна была картина владычества, когда Адаму была дана власть не только назвать, господствовать и наслаждаться всего этого, среди этого большого творения Божия. Какое же владычество нашего Господа? Владычество нашего Господа, братья и сестры, ограничено не границами Едемского сада, какой-то страны или какой-то части Вселенной. Обратите внимание, первый Адам, он владычествовал над землей, то владычество потом перешло для него большую проблему переживаний, потому что зло вошло в жизнь животных, началось истребление, началось зло, началась борьба за вживание в животном мире, и Адаму пришлось, наверное, даже скрываться то, что и сегодня происходит от этих зверей, от диких животных. Его владычество стало очень ограниченным, он стал как бы скитальцем. Владычество нашего Господа, братья и сестры, оно потрясающее последнего Адама. Я читаю послание Ефесиным, 1 глава, 21-23 стих, возвращая вашу память, ваше сердце к воскресению Иисуса Христа и к тому, что Бог сказал после воскресения. Написано так, если можно, откроете 21-23 стих послания Ефесиным, 1 главы. Он говорится о том, что Бог дал ему власть, как большую, превыше всякого начальства, обратите внимание, большой буквы, начальства, власти и силы. Речь идет о духовном мире во Вселенном, в духовном мире, где присутствуют власти, превыше всякого начальства, власти и силы и господства, всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. 22-23 стих, если можно, брать, откройте. Следующее, что сделал Господь, Бог для последнего Адама и все покорил под ноги Его, поставил Его выше всего. И обратите внимание, вот там наверху, где выше всего, где поставлено над всеми духовными властями, над всеми мирскими властями, над всеми царствами, которые были, есть и будут, там находится со Христом кто? Церковь. Обратите внимание, Он поставил превыше всего главою Церкви. Христос и Церковь неотделимы. Там, где находится глава, там находится и Его тело. На сегодня оно еще не выражено, на земле находится она, эта Церковь. Но там, обратите внимание, Господство Иисуса Христа. И 23 стих, да, который есть тело Его, написано, полнота наполняющего все во всем. Это очень глубокий стих и трудный для понимания. Братья и сестры, когда мы говорим о Церкви Иисуса Христа, то где-то мы представляем, может быть, визуально небольшие церкви в гонении, в рассеянии, где-то, может быть, мега церкви. Братья и сестры, когда вечности мы прием, когда Господь восхитит Церковь, во Вселенной что-то будет потрясающее. Вселенная позволяет границам, границы Вселенной позволят вместить спасенных и будет Церковь что-то потрясающее. Братья и сестры, это будет полнота, которая наполняет все во всем. Мы только сейчас читаем в Священном Писании в книге пророка Исаии в 6 главе, где Исаия увидел на мгновение, кратко, может быть, увидел вот это прославление Господа, где херувимы стояли шесть крыл, закрывали лица, тела, ноги и взывали «Свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна слава!» Представляете, что будет во Вселенной, когда Господь восхитит Церковь, какое будет поклонение. Вот это господство, братья и сестры, последнего Адама. Есть за что благодарить Господа. Еще одна короткая мысль приобретения жены. Библия говорит о том, что Адам приобрел себе жену, вернее, Господь подарил как подарок жену. И для этого нужно было погрузить его в глубокий сон. Книга Бытие, 2 глава, 21 стих. Если можно, откройте. «Навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из реб его, закрыл то место плотью». Жена первого человека появилась благодаря, братья и сестры, ранее на теле Адама. То есть, для того, чтобы появилась спутница, необходима была анестезия, необходима была небольшая, будем говорить так, операция человеческим языком, ну, где-то, скажем так, используя это слово, позвольте, ранее, чтобы извлечь. Братья и сестры, а как Господь приобрел себе невесту? Помните? Я читаю текст Писания Иоанна, 19 глава, 34 стих. «Один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тот час истекла кровь и вода». Кто-то скажет, а при чем здесь жена Христа, церковь его? Если можно, братья, откройте, очень важный текст Писания, Деяния, 2 глава, 28 стих, это проповедь, проповедь, 28 стих, Деяния, 20, прошу прощения, 20 Деяния, глава 20. Проповедует Петр, «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, и пости церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе какой ценой? Кровью. Кровью своей». Церковь, братья и сестры, приобретена кровью. Величайшую цену Христос заплатил для того, чтобы церковь была приобретена кровью его. Первый Адам приобретается ранее физической, Христос приобретает церковь ранее кровью Своею. Это очень важно. Великое испытание, которое коснулось Адама, еще одна мысль, различие двух личностей. В самом начале своей жизни Адам прошел период испытания, но, как мы знаем, он не послушался Господа, не устоял в этом испытании. Дьявол смог его обольстить, и он впал в грех, и мы знаем результаты грехопадения. В самом начале своего служения Иисус Христос введен был Духом Святым в пустыню. Для чего? Для испытания, для искушения дьявола. Мы знаем результаты этой страшной борьбы, этого испытания, и знаем результаты. Произошла величайшая победа. Первый Адам не устоял, был поражен. Последний Адам, Дух Животворящий, Господь с неба, одержал величайшую победу. Поэтому, когда мы проходим путем испытания, искушения, помните, Писание говорит, Он знает, как искушаем им помочь. Христос знает, как искушаем им помогать. Дорогой друг, дорогие братья и сестры, когда вы проходите путем испытания, искушения попадаете, знайте, что есть Тот, Который одержал величайшую победу в пустыне. И Своей Голгофе, на Голгофском кресте, Он доказал Свою победу. Великое поражение и великая победа. Первый Адам, как градоначальник всего человечества, не только не прошел испытания, и потерял вот такое поражение, как бы претерпел в Едемском саду разлука с Богом. Он передал все последствия грехопадения всему человеческому роду. Обратите внимание, послание к римлянам, если можно, давайте мы откроем некоторые тексты и посмотрим, что же в этой борьбе или в этих последствиях приобрели мы. Пятая глава римлянам, послание к римлянам, обратите внимание, 12 стих, посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем согрешили, видим эту последовательность, да, эту цепочку. Одним человеком, говорят, когда происходят какие-то, может быть, пандемии или какие-то болезни, которые посещают все человечество, говорят, есть этот нулевой человек, где этот источник поражения был в ком-то, и он передается перед цепочкой. Братья и сестры, грех нельзя сравнить ни с чем, это страшная болезнь, это страшная смертельная болезнь, которая поразила абсолютно каждого человека. Всякий младенец, который рождается на ту землю, он уже поражен этим грехом, он уже несет себе отпечаток всего того, что в Адаме смерть перешла во всех человеков. Обратите внимание, 17 стих этой же главы Павел говорит, если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, но что происходит? Обратите внимание, что произошло благодаря последнему Адаму Иисуса Христа, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будет царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. В эту страшную болезнь, в эту катастрофу, в это зло вмешивается другая личность. Я сегодня называю его с языком Писания последний Адам, Господь с неба. И что он делает? Обратите внимание, 18 стих 5 главы, посему, как преступлением одного всем человеком осуждение. Каждый человек находится под осуждением, так правдою, или правильно говорить, праведностью одного. Обратите внимание, границы, которые дает Бог всем человекам оправдания к жизни. Не исключает никого. Всем человекам дается возможность оправдания к жизни. Как непослушанием одного человеком сделалось многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. слава Господу, братья и сестры, за дело, которое совершил наш Господь Иисус Христос. Короткая мысль, еще одна, перед нашей молитвой, суд и смерть. Первый Адам был осужден Богом, Богом, лишен общения с Ним, и как результат пришла смерть, и его тело обратилось во что? В прах. Адам прожил долгую жизнь, и Писание говорит, однажды положено человеку умереть, и Адам, и последующие люди умирают, смерть пришла в жизнь, ибо все согрешили и лишены славы Божией, Библия говорит. Но последний Адам, Иисус Христос, также умер на кресте, чтобы искупить грех человечества. Но Писание говорит, что он не остался мертвым, не остался тело его в гробе, он воскрес силою Отца, силою Своею, силою Духа Святого. Поэтому смерть для Иисуса Христа не представляла, не смогла удержать Его. Братья и сестры, какое величайшее благословение для тех, кто является наследниками последнего Адама. Смерть для нас не представляет никакой опасности, даже если она коснется на какое-то мгновение. Почему? Потому что Писание говорит, что всякий верующий в Господа Иисуса Христа будет воскрешен в последний день. Это величайшее благословение. Давайте подведем очень короткий итог. Мы рассмотрели две благословенных личности. Жизнь Адама в его переживании, в его скорбях, в его грехопадении и в результатах. Пресестры, согласитесь, что эта личность, которая жила далеко шесть тысяч лет тому назад, она настолько близко сопровождает нашу жизнь, мы даже не представляем. Мы ложимся, мы просыпаемся, мы ходим, мы живем, и мы всегда будем себе носить этот, как апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, как носили, и как мы носили образ перстного. Мы носили, и мы носим себе этот образ перстного. Но мы будем носить образ небесного, последнего. Мы все связаны с этим первым Адамом, этими законами, которые вложены в него, этими переживаниями, этими скорбями, этим томлением. но благодарение Богу, что мы связаны с жизнью последнего Адама, с жизнью нашего Господа, и связаны навеки, навсегда. Я хотел бы обратиться сегодня к нашим слушателям. Друзья, если вы не приняли Господа Иисуса Христа, то знайте, что вся ваша жизнь, она проходит только с одной личностью, с первым Адамом. И все, что связано с ним, сопровождает его жизнь, если не принять Иисуса Христа, если не открыть свое сердце, то результат будет очень плачевный. Апостол Павел говорит, ибо в Адаме все умирают. В Адаме все умирают. Конечный результат жизни в Адаме будет только смерть, тление, осуждение и вечное наказание. Но апостол Павел говорит, что во Христе все оживут. Для тех, кто принял Иисуса Христа, жизнь первого Адама, она не является господствующей, она не является доминирующей, она приносит печаль, скорбь, стинание в нас, но мы имеем жизнь второго, последнего, простите, Адама, Господа животворящего. Поэтому я бы хотел, чтобы мы сегодня могли поразмышлять о своей жизни, кто в нас господствует, кто для нас Иисус Христос. Является Он личным спасителем, Господом или просто, может быть, плотник или историческая личность, которая когда жила на этой земле. А за то, что мы стали причастниками божественного естества, за то, что мы приняли жизнь нашего Господа и соединились с Ним навек и навсегда, у нас есть причина для нашей краткой молитвы, где мы можем поблагодарить Господа за это. Аминь. Давайте помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok